Приветствую вас. Мне бы хотелось сказать, что вопрос, который вы задаете, он действительно предназначен больше, наверное, для юристов, чем для психологов. Ну, просто потому что вы спрашиваете о том, как выселить, например, вашу маму из квартиры, где она сейчас живет. И правда заключается в том, что именно условия выселения, тем более, если учесть, что имеет место быть прописка, так вот, условия выселения вам действительно лучше обсуждать все-таки именно с юристами, а не с психологами. Нет, с нами, потому что мы в этом вам подсказать можем весьма-весьма отдалеком. А что касается психологического момента, то ситуация здесь такая. Если ваша мама, как вы говорите, привыкла жить на печенье у бабушки, и если она жила так все время, постоянно, то вероятность того, что человек будет жить как-то по-другому, вероятность того, что вы сможете убедить ее жить по-другому, очень мала. И связано это, я бы сказал, в первую очередь, с тем, что женщина, ваша мама, она привыкла так жить. И по-другому жить она просто-напросто не умеет. Возможно, может быть, она бы хотела жить как-то по-другому, возможно. Такое может быть, допустим, но она этого сделать не может, просто потому, что не привыкла. И что здесь можно поделать, нужно сказать, что бабушка отчасти сама виновата в том, что так воспитала вашу маму. Она не приучила ее к тому, что нужно работать. Она не приучила ее к тому, что нужно нести ответственность за свою жизнь, что нельзя жить так, как живет она. Но бабушка ничего этого не сделала, и теперь, по сути, она, ну, можно сказать, пожинает плоды своего воспитания вашей мамы. И я понимаю, что, скорее всего, вам слышать подобное не очень приятно. Я понимаю, что вы хотите как-то маме пригласить, и правда заключается в том, что пригласить вам, взрослой женщине, ну, мягко говоря, весьма-весьма сомнительно мощно. И вам желательно думать о том, вам желательно думать о том, как лучше именно бабочке помочь. То есть, как вам обеспечить ее комфорт, как вам помочь ей именно как-то реализоваться, как-то, собственно говоря, собственно говоря, облегчить свое существование. Вот. Мне кажется, что вам нужно больше думать о бабушке в этом контексте, и я думаю, что нужно для мамы. Я думаю, что там эту маму вы не поправите все равно, а именно все-таки о бабушке, которая действительно является крайней в этой ситуации. Дальше, что мне еще хотел бы вам сказать, это то, что подумайте о том, действительно, как бабушке помочь в этой ситуации выжить. Потому что, ну, если мамы не будет, она вообще перестанет делать для нее хоть что-нибудь. То есть, если сейчас она делает что-то, что-то хоть немножко, то тогда она вообще может совсем передать что-либо делать, бабушке будет только хуже. То есть, вы для начала определитесь со своими приоритетами. Вы хотите именно бабушку как-то оградить от негатива, или вы хотите именно маму выселить. Я думаю, что, когда вы определитесь со своими приоритетами, вам сразу будет легче наладить свое последовательное действие, свой план поведения. То есть, если вы хотите выселить маму, это одно, если вы хотите помочь бабушке, бабушке, это другое. Но именно из такого приоритета вам иллючно исходить, чего вы хотите сперва, для чего вы все это делаете. Теоретически, теоретически, маму, конечно, выселить можно вопрос в том, куда и на каком основании, но это очень другой вопрос. Это вопрос к юристам. Но если вы выселяете маму как бы ни деть бабушке, готовы ли вы ей, например, оплачивать сиделку или няньку, или что-нибудь еще, а если нет, то не проиграет ли она от выселения мамы вашей? Вот в чем большой вопрос. Поэтому сперва постарайтесь определиться именно с тем, чего вы хотите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Всем желаю вам всего самого доброго и удачи!